В прекрасный праздник Милосердия вылились республиканская благотворительная акция «Наши дети» в городе Надпиной. Участие в ней приняли представители власти, депутаты всех уровней, общественной организации и объединения. Заключительным аккордом марафона доброты стало очередное мероприятие Республиканского общественного объединения «Беларусь». Адресом Милосердия на этот раз уже по традиции стал Пинский дом ребенка. Чем порадовали его воспитанников, активисты Беларуси и студенты Брестского государственного технического университета, расскажет наш корреспондент Наталья Шестакова. В этот день в Пинском доме ребенка высадился настоящий десант милосердия. В гости к ребятишкам, воспитанникам Пинского дома ребенка, приехали представители Брестской областной и Пинской городской организации общественного объединения «Беларусь». Конечно, гостей здесь ждали. Как ждут людей с открытым добрым сердцем, готовых разделить проблемы и чаяния, и самих малышей, и их воспитателей. Для них трогательное представление, чтобы показать, как тепло и уютно им в этом доме, как заботливо ухаживают за ними люди, заменившие родителей. При этом радость была и на лицах самих ребятишек, и зрителей, которые благодарили ребятню горячими аплодисментами. У всех у нас адрес милосердия один – наши дети. Это для них мы стараемся сделать свою страну сильнее и богаче. Дать понять любому ребенку, как он дорог, и как нам важно его счастливое будущее. И гости, и счастла тех, кто делает это не на словах, а на деле. А потому подарков под елкой было не счесть. А что больше всего может порадовать ребятню? Помимо нужных принадлежностей, заместитель председателя Брестской областной организации Республиканского общественного объединения «Беларусь» Василий Лащ вручил заведующему филиалом Екатерине Лавренко сертификаты на значительные суммы. Благодарности и лучшее пожелание здоровья мальчишкам и девчонкам, которые нашли здесь заботу, прозвучали и от Василия Васильевича, и от его коллеги, декана машиностроительного факультета Сергея Аныська. От имени всех жителей этого удивительного дома Екатерина Николаевна поблагодарила гостей за участие к судьбам воспитанников и прекрасные подарки, которые, конечно, пойдут на благо детворы. Не исчерпаема сила нашей любви к детворе. И мы никому не дадим в обиду тех, кто столкнулся с превратностями судьбы в столь юном возрасте. Наши республиканцы акции «С Белой Русью в Новый год». Мы традиционно посещаем детский дом в Пинске. Мы уже стали добрыми друзьями. Ежегодно мы приезжаем сюда. Это, конечно, незабываемый праздник – увидеть улыбки детей, увидеть их радостные лица. Мы знаем, что судьба у этих деток началась не совсем хорошо, поэтому внести свою маленькую-маленькую толику в том, чтобы как-то скрасить их жизнь, чтобы Новый год был для них настоящим домашним праздником. Традиционные мероприятия каждый раз приобретают новые краски. Сердца и души участников акции не черствеют. Мы тоже традиционно дарим подарки. Мы дарим подарки. Этот раз мы привезли очень много праздничных платьишек, костюмчиков, обуви. Естественно, и подарков, игрушек. Поэтому мы хотим, чтобы оно все пригодилось. Чтобы оно пригодилось, чтобы наши детки выглядели красиво, нарядно, еще более наряднее. И мы радуемся, мы взрослые радуемся, глядя на них, видя их, еще раз повторяю, радостные лица. Это тоже для нас праздник. Очень символично, что каждый раз в составе десанта «Милосердие» молодежь. Для них это прекрасный урок духовности и деятельной доброты. У нас много студентов и девочки, и мальчики, поэтому мы хотим им донести, что такое семья. Чтобы они ценили, уважали, смотрели на этих детей, просто-напросто понимали, к чему им нужно будет готовиться. У нас студенты первого, пятого курса, мы стараемся брать второй, третий, четвертый, которые уже немножечко, знаете, немножко подросли. И они в дальнейшем будут будущим в развитии нашей страны продвигать. Поэтому мы стараемся, чтобы это вот семейство, семейность у них все-таки оставалась и присутствовали. Они видели, помогали. И вот эти радостные лица детей, это просто-просто незабываемо. Когда смотришь на этих деток, становится одновременно и грустно, и радостно. Грустно от того, что, конечно, понимаешь, трудная жизненная ситуация, детки очень маленькие. Но радостно с той точки зрения, что это новогодние праздники, это Рождество, это самое волшебное время. И эти детки, они достойны того внимания, которое наши студенты и наши преподаватели могут им дать. Ведь наш технический университет очень горд тем, что мы можем помогать деткам хотя бы материально. Да, мы не можем дать возможно той любви родительской, но мы будем поддерживать и делать все, что в наших силах. Я очень рад, что смог посетить это место, что смог увидеть этих деток. Хочу, чтобы у них все было хорошо, чтобы они смогли найти свой дом, свою семью, чтобы все их нежелания сбылись.